всем привет добро пожаловать мою оранжерею сегодня будет такой мини обзор по моим цветам но не всем а у которых например вот буйный рост пошел либо кто-то там набрал цветение ну развел то есть сейчас хочу сделать акцент небольшой на замиокулькас посмотрите какой буйный рост у замиокулькаса у моего листья конечно мне он под до плеча но эти если поднять то и выше будет они очень тяжелые и причем возле каждого листика цветоносы лезут он у меня просто есть в цвету идемте со мной я вам покажу его с другой стороны посмотрите какой цвет листьев он весь блестит листья такие красивые и там в глубине сейчас постараюсь вам снять показать у него цветоносы вот один цветонос вот он там из листика еще лезут цветоносы вот цветонос лезет прям решил зацвести но там цветоноса 4 просто не видно еще пока посмотрите как цветел замиокулькас но него вот этот цветонос он был начали желтый а сейчас уже потемнел там очень много лезет молодых еще стебли очень толстая прям очень и вот на такой буйный рост конечно повлияла и пересадка я его пересадила как вы помните уже в 50 литровый горшок ну вот еще хочу остановиться все таки я вот купила еще одну лампу все таки подсветка очень много значит особенно в зимнее время потому что на носу уже зима и как бы солнце уже конечно не хватает и вот она очень хорошо освещает сейчас прям здесь очень светло не прям очень нравится ну хотя у нас сегодня погода прям вообще радует плюс 17 градусов прям бабье лето до вторника а потом на резко снег выпадет очень хорошо освещается моя полка новая ну клеродендром угандийский конечно весь в бутонах он меня радует просто весь вообще красавчик и сейчас пойдемте со мной я вам покажу звездного всадника своего расцвел он у меня второй цветочек распустился это гипиаструм такой вот красивый мне конечно нравится когда он цветет красиво конечно завтра вот здесь тоже откроется еще один здесь откроется 4 но в этот раз он конечно у меня выпустила одну дудку но он у меня стоял в таком месте вот он как-то за цветами ему вот солнца не хватало и все он у меня обычно 2 выпускает дудки ну думаю что выпустит я уже говорила когда перестановку здесь сделала я его немножко повредила и вот видите как бы все таки я его спасла и он меня радует цветением прости фанатис я уже говорила что он у меня в зиму начинает свистей вот у него веткам только я сегодня обобрала уже сухие такие цветоносы желтый и вот здесь ветка опять вся цвету но вот в этом году я заметила что покрывалом он не цветет но может быть позже как-то как-то он то одну веточку выпустить цветами что-то другую с нету такого чтобы прям обилие было цветов ну я думаю это все в будущем и конечно же еще обратите внимание на бугенбилью моего регатную такой нежный цвет я просто не могу объяснить вам описать ее словами такой нежный цвет прицветников и с этими варегатными листьями вообще просто супер смотрится но вот все-таки полка вот не знаю в камеру видно или нет но она очень хорошо освещается прям супер а вот здесь вроде у меня лампа есть но здесь вот какой-то темноватый угол то есть нужно метод подсветка еще дополнительно поработать мне не нравится здесь темновато все таки сейчас дни уже будут короткие темнеет уже рано и все-таки подсветка нужно но раз коснулась тема подсветки то я вам расскажу как я пользуюсь потому что у меня были вопросы такие то есть я включаю на балконе свет когда уже начинает уже темнеть да или например пасмурный день она у меня вообще горит весь день а в квартире у меня там обычно когда вот темнеть начинает до свет включаешь общее ну там довольно таки яркий и этого хватает в общем в квартире такой особенные подсветки у меня нет обычно темнеет я включаю свет и все но сейчас уже на дворе осень скоро зима и я хочу сказать про свои цветы то есть они у меня постоянно у меня теплая лоджия пол с подогревом здесь выведены батареи то есть я их в сон не спячку не укладываю отдельные какие-то экземпляры они у меня и цветут и зимой и подкармливаю я их конечно ну пореже чуть в принципе я не прекращаю потому что у меня хватает подсветки тепла хватает и поэтому они для себя чувствуют прекрасно а к весне они все равно растения то есть чувствуют весну то есть они еще больше начинают вот я прям замечаю после зимы к весне в конце февраля они оживают то есть они и так то цветут но все равно к весне они еще больше оживают но это также были ответы на вопросы и по поливу я могу сказать что я поливаю также по мере пересыхания верхнего слоя почвы у меня это всегда перелив очень вреден антуриум у меня тоже цветут у них еще больше 100 появится там изнутри кружим уже лезут я все не носила теплый душ им устраивала они очень любят это дело ну и конечно за меня кулька это моя гордость не очень я его люблю очень красивые листья увидимся в следующем видео и и